Музыка Обычный художник сидит где-то в глуши у себя в комнате и рисует картины. А здесь постоянно ходят люди, люди постоянно общаются, люди постоянно советы дают, предлагают что-то. Чувствуешь их реакцию сразу, рисуешь лису, а тебя спрашивают какой марки это самолет, то как-то вот достаточно странное ощущение возникает и начинаешь сразу смотреть, что подправить, чтобы узнавали. Не надо слов по полициям, понятно. Когда вот Оля рисовала, например, у нас океанскую стену, проходила мама с ребенком, с маленьким, ребенок разинул рот и вот так вот вытянул руки к этой стене, она его за шкирку носила и поймала. Так ему это все понравилось. Зритель смотрит и вот твои вот эти вот чувства, они передаются зрителю. То есть художник хочет денег заработать, у него на картине написано, нужны деньги. Зависит очень сильно от погоды, потому что рисовали, например, в ноябре, в ноябре очень холодно, как там у Вишневского было зимой в Москве громоздко женихаться. Вот тут тоже в перчатках толстых и все равно мерзнешь, то есть я когда рисую, я очень много этому, видимо, отдаю, я мерзну сильно. Вот. А летом в такую погоду я готов 12 часов безвылазно, не отходя от стены. Самое сложное – это стену отмыть, очистить от грязи, потому что с грязи краска слазит. Вот. С объявлений подобное. Объявления отслаиваются, очень мерзкая штука – это скотч, которым клеят объявления. Вот. Его с металлического шкафа, например, фикс дерешь, и на нем краска не держится вообще. Самое противное, когда делаешь работу, вбухиваешь в нее часть души, кровь свою, там, плоть свою вкладываешь, а на следующий день увидишь, что все заклеено объявлениями. Мне хочется, чтобы наш город, он людям нес вот этот вот посыл добра, чтобы люди приезжали и разглядывали стены, какие-то еще элементы. Ну, даже там срез дерева превращается в человеческое лицо или чтобы было интересно по этому городу ходить.